Здравствуйте! Это новости на Дону. В студии Дарья Шулик. Смотрите в этом выпуске. День безопасности на воде. Освежаем правила поведения и оказания первой помощи. Нажимаем 15 раз на грудину, в район сердца. Этим самым мы делаем непрямой массаж сердца. Утки в безопасности. Производитель увеличивает барьеры перед птичьим гриппом. Даже между объектами запрещен контакт здесь. Если ты работаешь в инкубатории, то ты работаешь только в инкубатории. Паровозная прогулка и экскурсия. На ретро-поезде покатали детей с ограничениями здоровья. Вот чайник прям можно ставить в попку. Очистить дно от коряк и бутылок, убрать мусор на пляже. Спасатели готовят места к купальному сезону. Он откроется с началом лета. А пока для будущих ныряльщиков устроили День безопасности на воде. Спасатели в этот день в роли учителей. Как оказать первую помощь нахлебавшемуся воды человеку, показали наглядно. Освобождаем ему грудную клетку, расстегиваем стесняющую одежду, поясной ремень, если он в брюках. Если это брюки спортивные, шнурок распускаем, запрокидываем ему голову, делаем два глубоких вдоха. И после этого мы нажимаем 15 раз на грудину, в район сердца. Этим самым мы делаем непрямой массаж сердца. Школьники увидели, как работают водолазы и смогли примерить на себя оборудование спасателей. Первый вдох, делаешь носом. И плотно прижимаем вас к лицу. Давай. На каждом из 124 пляжей области оборудован пост для спасателей. На воде огорожена зона для детей и тех, кто только учится плавать. Кстати, в этом году откроют на 40 пляжей больше, чем в прошлом. Больше всего несчастных случаев на воде происходит именно там, где происходит неорганизованное купание. Купание проходит в необорудованных местах. Значит, это первый шаг на пути к несчастью. Поэтому задача областного правительства, муниципальной власти принять исчерпывающие меры к тому, чтобы обезопасить людей на воде. В прошлом году, купаясь, погибло 65 человек, в том числе 8 детей. Спасатели напоминают, за гибель ребенка полную ответственность несут родители. И самим взрослым нельзя забывать правила поведения на воде. Елена Ребжанова, Дон-24, Камень-Шахтинский. Все детские лагеря Ростовской области к приему отдыхающих готовы. К такому выводу пришли сотрудники МЧС, проверившие исполнение норм Роспотребнадзора, пожарной безопасности, наличие тревожных кнопок. Требования, конечно, к организации возрастают. И цель у нас одна при вот этих проверках. Не только показать недостатки, сказать, что у вас плохо и на этом уехать, а конкретно помочь, подготовиться, чтобы дети достойно могли отдыхать. Все лагеря обеспечены круглосуточной охраной. Летний оздоровительный сезон откроется 5 июня. Миры безопасности на площадках производства индейки и утки еще более ужесточает группа компаний Евродон. Ведь птичий гриб вынудил уничтожить полтора миллиона птиц. Площадок по производству утки Дон Стар в Миллеровском районе вирус не коснулся. Защита от него тщательно продумана с начала строительства. Компания Дон Стар создавалась с нуля в чистом поле. Общая площадь всех производственных объектов 230 тысяч квадратных метров. И все это на 253 гектарах земли. От инкубатора, который рассчитан на 12 миллионов инкубационного яйца утки в год, до площадки выращивания 25 километров. И это принцип биобезопасности, заложенный с самого начала строительства. И даже между объектами запрещен контакт здесь. Если ты работаешь в инкубатории, то ты работаешь только в инкубатории. Ну, конечно, кроме руководства, который контролирует весь процесс. Ну, это буквально 6-7 человек. А этот утенок русской утки непростой. Уже 40-миллионный, рожденный в России, в Ростовской области. Чтобы попасть на площадку выращивания белой пекинской утки, необходимо и душ принять, и одежду поменять на стерильную. Требования, как к медицинскому персоналу. В компании «Дон Стар» 40 таких корпусов для выращивания. В этом 28 тысяч утят. Им по 35 дней и весит каждый почти 3 килограмма. Работаю я 4 года на предприятии. Живем более 30 километров от этого места, от работы. Птицу мы не имеем права держать, потому что мы знаем, что ни в коем случае мы не нарушаем биозащиту. И все люди на площадке это понимают. Комбикорм производят в Миллерово. Здесь дезинфекционную обработку проходит весь въезжающий на территорию транспорт. Качество корма и его соответствие стандартам анализируется досконально. Лаборатория достаточно хорошо оснащена. Много оборудования автоматического, с которым очень удобно работать. И анализы достаточно достоверные. И много такого, что исключен как бы человеческий фактор, что очень немаловажно. В этом году Дон Стар планирует получить 27-28 тысяч тонн мяса пекинской утки. А перспектива развития – строительство второй очереди в Кашарском районе, что позволит получать уже 80 тысяч. Но главное, что в Евродоне пережили такое стихийное бедствие, как птичий гриб, на площадках по выращиванию индейки. И в июле готовятся возобновить там работу. Галина Белоусова, Юрий Бабенко, Дон-24, Миллеровский район. Дети-сироты получили жилье в шахтинской новостройке на улице Достоевского. В этом доме для них закуплено 87 квартир. А рядом достраиваются еще две четырехэтажки. Давно ждали уже. Хорошо получаем, уже радуемся. Радостно, конечно, своя крыша над головой есть. Не снимать ничего, платить не надо, переплачивать. Жилье построили быстро, но это не строй вариант. Ламинат, обои, сантехника, электропечь. Заходи и живи. Разрешите мне от лица правительства Ростовской области поздравить всех присутствующих с этим прекрасным праздником. Действительно, вручение ключей для любой семьи – это самое-самое желанное мероприятие, которое только может быть. Был проделан огромный труд, поэтому я бы хотел вам пожелать, чтобы вы берегли свои квартиры, чтобы в них всегда раздавался веселый детский смех. Квартиры здесь получили 19 человек, чьи дома должны были быть достроены давно, но стройки остановились. Их эмоции при встрече с градоначальником зашкаливают. Семь лет назад, и, конечно, нас обманули, это был удар по пожилому человеку. Спасибо вам большое, что вы умеете исправлять ошибки прошлой власти, что вы смогли. Получив ключи от квартиры, просто душа поет и цветет. Территория вокруг домов благоустроена, есть парковочные места и детские площадки, которые уже опробовали дети из соседних домов. От вокзала Ростов-Главный до Гниловской прокатил маленьких пассажиров ретро-поезд. Паровоз 50-х годов выпуска «Рухлядью» никак не назовешь. Разогнаться может до 125 км в час, а по городу больше 60 все равно не разгонишься. Участниками социального паровозного тура стали дети с ограничениями здоровья. Он может ехать, но не очень домно, потому что павы ходят. Данил Юдин сначала подумал, что паровоз сломался, потому что дымит. Раньше такое только на картинках видел, но с машиной все нормально. Везет детей в музей к своим коллегам – ретро-поездам, которые, в отличие от него, уже в отставке. В данный момент можно подросить уголь, так как уже огонь не горит. Тем самым поддерживаем постоянное пламя в топке. В несовременном паровозе и чайник такой же, но закипает даже быстрее электрического. Вот чайник прям можно вставить в топку. Буквально пару минут закипает. Если, конечно, не упадет, тогда придется доставать, а это дело нелегкое. Пока машинисты борются за кипяток, дети пошли на экскурсию. Что-то интересует тебя? Ну да, именно 20-го этапа века. Ты хочешь знать, в каком году вагон построен? На каждом примерно вагоне посередине рамы существует заводская табличка. И вот на ней написано. Вагон построен в городе Тверь на вагоностроительном заводе в 1927 году. Сделали в мирное время, а ездить пришлось по фронтовым дорогам. Пережил бомбежки и потом привез победителей с фронта. Вагон – это офицер. Офицеры просто. Офицеры. Да, этот вагон офицерский. Тут условия получше. В печке буржуйки пекли картофель и грели чай. Кстати, узнать, кому в какой вагон садиться, 150 лет назад можно было по цвету. В зеленый красили вагоны для низших слоев. Это самый старый вагон в стране для пассажиров третьего класса. Аналог современного плацкарта. Причем на этих узких полках люди не только сидели вместе со своими вещами, но и спали. Музички говорят, что пассажиры 19 века были значительно меньше, так как длина спальной полки всего метр шестьдесят пять. Посмотрели экскурсию на том же составе обратно. Для паровоза «Ветерана» 100 километров расстояние небольшое. В начале мая бежал марафон на все 800, а вообще способен полтора месяца бежать непрерывно, останавливаясь лишь на угольную дозаправку. На этой прогулке, кстати, на спокойном ходу израсходовало 600 килограммов угля. Олеся Слынько, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Соревнования по конкуру провел в Никлиновском районе конно-спортивный клуб «Покровские зори». У меня своих лошадей показали 30 спортсменов из четырех конных клубов района Ростова и Таганрога. На первом маршруте высота препятствий 70 сантиметров, на втором надо перескочить целый метр. Пройти дистанцию без штрафных очков удалось только четверым всадникам, а пятеро с задачей не справились. У нас в области очень большая проблема с тренировочным процессом, потому что у нас в большинстве клубов нет крытых манежей. То есть тренироваться люди могут только в сезон. Весна, лето и осень. Потом наступает у нас межсезонье, очень грязное и работать невозможно. Третий маршрут – самый сложный. Высота препятствий – метр десять. Из семи участников только трое полосу прошли. Соревнования можно считать на уровне достаточно серьезным. То есть это не что-то такое совсем любительское, поскольку курс дизайнеры у нас здесь тоже ставят маршруты. Такие, которые проходили профессиональное обучение у специалистов из Москвы. Завершились соревнования костюмированным шоу-конкуром. Это все новости к этой минуте. Смотрите следующий выпуск в 15.00. Еще больше новостей на сайте don24.ru. В студии была Дарья Шулик. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова